Уважаемые коллеги, давайте начнем. Очень важное для нас мероприятие, потому что отношения с регистраторами, они всегда были важны, а сейчас просто критически важны. Господин Карламов, которого мы приглашали сюда, и который собирался прийти вчера, вечером прислал смс-ку, что он занят важными государственными делами, и поэтому прийти не сможет. А Эдди Владимирович подойдет чуть-чуть попозже. Поэтому давайте начинать. Все они передают вам привет. И маленькое коротенькое слово. Знаете вы, конечно, что мы получили статус центрального депозитария 6 ноября этого года. Но это некоторое завершение одного этапа, но с другой стороны это начало следующего этапа. И одно из главных дел на следующем этапе – это организация нормального взаимодействия в соответствии с требованиями нового закона с регистрациями. Поэтому для нас это мероприятие, я бы сказал так, критически важно. И, наверное, в наших общих интересах, чтобы транзитный период прошел нормально, гладко, и чтобы мы начали нормально взаимодействовать. Ну а теперь я, собственно, ничего говорить не собирался. Передам слово ведущему нашего мероприятия, Алексею Жинкину. Добрый день, уважаемые коллеги. Да. Нет, ну просто надо немножко ближе микрофон держать. Мы очень рады видеть вас здесь. Рады, что вы откликнулись на нашу просьбу приехать. Как сказал Борис Васильевич, то, о чем так долго говорили, произошло месяц назад. И понятно, что надо что-то делать. В принципе, куда двигаться, понятно. И цель сегодняшнего заседания – это обсудить, как мы это будем делать. Наметить скорость движения, направление, мероприятие, которое мы должны совместно с вами сделать. Нам очень важно услышать от вас вопросы или предложения, или какие-то идеи, для того, чтобы все это было достаточно удобно для всех, безболезненно и организованно. Мы тут меняли долго название мероприятия – совещание, заседание, собрание. Я бы лучше сказал, что это круглый стол. К сожалению, формат этой аудитории не позволяет сделать круглый стол такого размера. Поэтому получилось, как всегда. Но, тем не менее, я бы хотел, чтобы это был круглый стол именно. В том плане, что мнение не с трибуны шло, а наоборот, с зала. В зале есть микрофон, поднимайте руку, вам его принесут. Ну и мы набросали первоначальное направление движения, и как мы это будем делать. И об этом нам сейчас расскажет Сергей Бернивега. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо вам большое за то, что вы пришли на это мероприятие. Действительно, хотелось бы сразу оговориться еще раз, чтобы вы до конца это понимали. Хотели на самом деле именно поговорить, именно услышать от вас, какие есть проблемы, какие вы видите сложности или какие препятствия мы должны преодолеть при достижении той или иной цели. Понимая о том, что на нашу встречу приехали и региональные регистраторы, и те регистраторы, которые в данный процесс не плотно участвовали, ни при обсуждении, ни в рабочих группах, и на самом деле, наверное, узнали о том, что в стране рождается центральный депозитарий только из тех писем, которые мы адресовали, я набрался смелости подготовить презентацию, которая будет говорить обо всем. С вашего разрешения можно я встану, чтобы подглядывать, что там все-таки я нарисовал? Сзади нормально слышно? Нет, если я буду так говорить. Все-таки лучше через динамик, да? Итак, первоначально я кратко расскажу о том, что все-таки нам вносит центральный депозитарий, то есть какие изменения касаются нашего взаимодействия. Я понимаю, что части регистраторов или кто здесь присутствует, эту презентацию видели и, в принципе, уже знают, о чем я здесь буду говорить, но я все-таки повторюсь. Опять же, с учетом того, что в последнее время, после того, как НРД направила всем регистраторам предложение рассмотрения сроков открытия счетов центрального депозитария в реестр, встали вопросы. Плюс я скорректируюсь немножко по предоставлению этой презентации, чтобы немножко побольше теперь рассказать уже по существу, ближе к тому, чего мы готовимся. Итак, на данный момент существует закон о центральном депозитарии, который уже с учетом того, что НРД уже присвоен статус центрального депозитария, 6 ноября, начинает работать в полную силу, скажем так. Что этот закон говорит нам? Прежде всего, он говорит нам о том, что теперь реестр владельцев постоянных бумаг у нас делится на центральный депозитарный, извините, тоже такой сленг, устоявшийся на рынке, и не центральный депозитарный. Теперь я сделаю оговорку, которую, на мой взгляд, необходимо сделать при дальнейшем обсуждении. Первоначально, если вы помните, мы направляли всем регистраторам письма, касаемых того, чтобы рассмотреть возможность открытия счетов центрального депозитария в очень коротком списке эмитентов. Этот список был составлен с учетом тех бумаг, которые торгуются на бирже, то есть они включены в котировальный список, прошли листинг, скажем так. Поэтому, когда мы будем говорить о последующих наших шагах взаимодействия непосредственно с вами и как это будет касаться наших клиентов, мы будем уже говорить не об этом списке биржи, а о тех эмитентах, которые находятся на обслуживании уже в НРД. Почему я говорю уже в НРД? Потому что, скажем так, несколько недель назад можно было говорить о счетах ДКК и НРД. Но, насколько вы знаете, уже объединение счетов произошло в реестре, и в принципе уже можно говорить только об одном счете номинального держателя, о котором идет речь. Это счет НРД. Так вот, по нашей информации, которую мы на протяжении полугода проверяли, из тех бумаг, которые находятся на обслуживании в НРД, центральными депозитарными являются непосредственно 1113 эмитентов. То есть, по 1113 эмитентов предполагается начало работы нашего с вами как центральной депозитарии. По остальным бумагам из 4000, которые остаются, мы будем с вами работать непосредственно, а будем работать так, как это было и сейчас. То есть, мы будем являться простыми номинальными держателями, вы как по этим реестрам проводили операции, так и проводите. В этих эмитентах у вас ничего не меняется. То есть, я хочу здесь заострить внимание, что технологически каждый регистратор будет работать с центральным депозитарием, ну, как бы говоря, с двух сторон. По счету номинального держателя и по счету центрального депозитария. Что касается теперь открытия счета центрального депозитария. С учетом того, что закон предусматривает, как внесение изменений в существующий счет центрального депозитария, это значит счет номинального держателя, так и открытие нового. То мы будем в последствии говорить о том, что произойдет только переквалификация. Это я говорю в кавычках, да, это опять же сленг устоявшийся. То есть, мы говорим о том, что мы будем счет НРД номинального держателя переквалифицировать в счет центрального депозитария. Подача каких-либо дополнительных документов уже не требуется, как при открытии счета. Что касается эмитентов, которые на самом деле могут являться центральными депозитариями, и мы их потом в последствии уже найдем, и счета у нас не было в реестре, там, да, безусловно, мы будем открывать счет уже центрального депозитария по полной программе. Что является таким существенным фактором, которым регистраторы должны учесть, ну и опять же, наши уважаемые клиенты, при переквалификации счета номинального держателя в центральном депозитарии. Это прежде всего то, что в реестре с этого момента запрещается проведение операции по открытию счета нового счета номинального держателя в каком-либо депозитарии, а также из отчисления ценных бумаг на этот счет. Я вот прошу просто на это обратить внимание, потому что не все регистраторы, судя по тем вопросам, которые я опять же общался, не понимают, в чем разница. Не только технологическая разница взаимоотношений между НРД и регистратором, но еще и внутренние такие, скажем так, препятствия есть уже у регистратора. Что касается теперь технологической проработки вопроса, я здесь немножко все-таки затрону процесс взаимодействия, потому что опять же, в части того, чтобы мы понимали, как мы будем работать. Закон предусматривает необходимость исполнения операции по счету центрального депозитария при течение двух обстоятельств, даже трех обстоятельств. Первое обстоятельство – это наличие поручения от центрального депозитария на списание зачислений и встречного поручения от лица, по которому тоже проводится встречная операция. То есть два поручения подается регистратору. Следующей технологической обязательностью является то, что в момент проведения операции регистратором должна быть проведена сверка. То есть закон употребляет слово «при». Поэтому технологически у регистратора проведение операции оно меняется. Раньше регистратор проводил операцию, потом каким-то образом отдавал уже информацию непосредственно номинальному держателю, который отражал ее в своей депозитарной системе. Сейчас закон в целях финализации расчета предусматривает, что эта операция должна быть согласована непосредственно с центральным депозитарием. Это очень важный факт на самом деле, из-за того, что закон предусматривает, скажем так, последствия непроведения этой сверки. Закон прямо говорит о том, что если сверка не пошла про эту операцию, то она юридически незначима. То есть она может быть в ее реестре отражена, но на самом деле ее юридически нет в реестре. С учетом этого нужно каждый раз понимать, что в случае, если с центральным депозитарием не проходит сверка, то непонятно, как мы будем потом с вами выносить балансы. Но это все страхи, потому что на самом деле НРД и, скажем, саморегулируемая организация ПортАТ шлила, ну, скажем, такую достаточно большую работу по разработке технологий взаимодействия регистратора и центрального депозитария при проведении операций. Всех операций, которые, ну, по крайней мере, мы, которых мы вспомнили, на базе, как я уже сказал, НРД и на базе уже ПортАТа была создана рабочая группа, которая в свое время как бы разделялась даже на две подгруппы, да, на по рынку акций, по рынку колоинвестиций. Разрабатывались необходимые технологические цепочки. На самом деле первая часть регламента уже готова. И на самом деле хочу, чтобы вы понимали, отметить то, что вторая часть регламента, то есть все оставшиеся корпоративные действия и то или иное проведение операций, связанное с изменением бумаг и все остальное, они уже написаны. Большая группа, на самом деле, что уже отработала свое, и этот документ уже непосредственно пошел на регулирование, то есть на утверждение непосредственно в ПортАТ, на соответствующие комитеты. В рамках, опять же, ПортАТа было разработаны форматы электронного взаимодействия центрального и номинального держателя. Алло. Ой, я даже так, наверное, могу говорить. Так слышно, да? Вот. У него какая-то часть говорит, а какая-то нет. Опять же, в рамках ПортАТа были сделаны форматы электронного взаимодействия, которые предусматривают обмен документами в рамках этого регламента. Почему я здесь об этом говорю очень подробно? Потому что закон о центральном депозитарии, к счастью или к сожалению, но теперь указывает на то, что центральный депозитарий обязан взаимодействовать по электронным каналам связи как с регистратором, так и своими клиентами. К сожалению, закон пока, ну скажем так, не говорит о том, что может использоваться бумажный документ оборот. Поэтому вся технология взаимодействия с регистраторами центрального депозитария, она именно была воплощена непосредственно в эти форматы, чтобы на каждый, ну скажем так, чих существовал некий формат документа оборота. Безусловно, если мы в жизни встретим какую-то ситуацию, которая в форматах не описана, безусловно, можно ее обойти, как мы все это знаем, да, уже столкнулись там на рынке колон-авестиций, когда вводился электронный документ оборот. В принципе, в электронном документ обороте, который сейчас существует, когда можно взять документ, сканировать его и отправить уже непосредственно с электронной цифровой подписи. Почему это не электронный документ? Электронный. Ну, просто он не может быть автоматически обработан. После, на самом деле, проведя эту работу, мы понимаем, что уже нужно исходить из того, что необходимо приступать к реализации достигнутых договоренностей с регистраторами, а именно, когда мы можем непосредственно уже начать технологическую работу, то есть, когда мы должны или можем открыть счета центрального депозитария в реестрах. Но перед тем, как это обсуждать, я бы хотел еще раз обратить внимание на этот слайд, на котором показана дорожная карта того, когда это становится более-менее реально сделать. Для того, чтобы вы понимали, что происходит непосредственно в НРД, то я вот тут изобразил, что сейчас, в настоящий момент, идет переток уже активов непосредственно из ДКК, не по реестру, а это в междепозитарной проводке, из ДКК в НРД. По нашим оценкам, это где-то займет ноябрь-декабрь, эти проводки. Далее, наши клиенты переводят в связи с изменением законодательства и перевода сервиса непосредственно, скажем так, к услугу DVP, то есть расчеты, которые у вас требованы на рынке, в новый формат. Ну, как я и сказал, прежде всего, потому что поменялась технология, и, во-вторых, то, что изменилось законодательство в этой части. Вот клиенты, на самом деле, те номинальные держатели, которые у вас есть также и в реестрах, да, то есть они счет имели и внутри ДКК, и в реестре непосредственно, да, они будут на протяжении ноября, декабря, январь, но по нашим ожиданиям заниматься только этими вопросами. О переводе активов непосредственно по реестру, они, в большем случае, будут уже думать, начиная с конца января и февраль-март. Почему я об этом говорю? Я показываю то, что у нас, в принципе, есть реально три месяца, ноябрь, декабрь, январь, но уже получается два, для того, чтобы провести подготовку к программному обеспечению, и, насколько я понимаю, в принципе, регистраторы у своих ответов, когда говорили о том, когда они готовы, они, в принципе, этот же срок и называли, что в январе они уже будут, ну, я говорю в массе своей, да, в январе уже будут готовы к тому, чтобы уже начать тестирование. И мы, в принципе, уже можем сосредоточиться на том, чтобы уже обеспечить перевод активов непосредственно по реестрам, со счетов номинальных держателей на счет НРД, пока еще номинального держателя. Ну, по нашим прогнозам, это может уйти два месяца. Ну, скажем так, ДКК, когда переводил активы по всем реестрам, это заняло три недели, ну, такого плотного рабочего графика. С учетом того, что можно составить какую-то, скажем там, дорожную карту и показать ее нашим клиентам, когда они ее могут привезти, я думаю, что, в принципе, объемы перевода не будут такие большие, как со стороны ДКК. То есть, если будет, ну, опять же, все спрогнозировано. Почему я об этом говорю? Ниже на слайде представлено, что будет, если номинальные держатели будут переводить до открытия счета центрального депозитария, то есть переквалификации, и после. Я, безусловно, понимаю, что вы сейчас скажете, что нам выгоднее, когда будет больше операций, но давайте посмотрим, что может получиться. Если у вас стоит номинальный держатель в одном реестре, и у него на обслуживании два выпуска, да, то при 100, допустим, у него клиентах, он проведет операцию до центрального депозитария всего двумя проводками. Ну, как правило, да, не будем говорить, какие там есть сложности у депозитариев. Но, в принципе, это теоретически возможно. Он может провести, извините, не двумя проводками, да, если у него 100 клиентов. Ну, да, двумя проводками, безусловно. Вот. Если мы открываем, и на этот фактор не смотрим очень внимательно, да, и открываем счет центрального депозитария до этих переводов, то, безусловно, вот эти проводки, две, да, они сразу конвертируются в две части. Потому что закон устанавливает следующее требование, что перевод со счета зарегистрированного в реестре лица на счет центрального депозитария шляется на основании поручения, в котором должно быть указано непосредственно фамилия и имя лица, которым принадлежат бумаги. То есть, таким образом, закон говорит о том, что в случае, если бумаги переводят со счета номинального держателя, то он должен подавать поручения по каждому своему владельцу, по каждому счету. И, соответственно, количество операций после становления центрального депозитария увеличится, ну, не просто во много раз, а в разы. И здесь, я не знаю, как бы на чашу весов должно быть положено, на мой взгляд, две вещи, да. Мы хотим заработать на этом, на этих транзакционных операциях, ну, скажем так, последний раз поработать, но очень сильно. С другой стороны, подумать о том, стоит ли ломать копии, чтобы уронить рынок и проводить сложные операции, потому что, как я говорил раньше, каждая операция должна быть сопровождена непосредственно сверху с центральным депозитарием. Если этого не будет, то закон, как я это и сказал, говорит, что этой операции в реестре нет. И, кроме того, он еще, говорит, сложнее, да, все последующие операции, они становятся недействительными. Это трактовка закона. Тогда вам встают вопросы нам о том, чтобы все операции, извините за выражение, откручивать назад. Это есть сложность. И поэтому при рассмотрении этого вопроса мы все-таки исходили из того, чтобы перевод основной актива со счетов номинальных держателей шлить непосредственно до открытия центрального депозитария счета в реестре. То есть снизить эту нагрузку и транзакционную, и операционную, и все остальное. Теперь, что касается наших прогнозов. Как я уже говорил, регистраторы в основном в своих письмах, безусловно, были и разные сроки, но основная масса ответов регистраторов склонилась к тому, что технологически у них программное обеспечение будет готово для того, чтобы осуществить тестирование, это где-то январь. Не раньше. Безусловно, есть, которые говорят еще раньше, некоторые говорят, что это будет где-то там февраль или еще что-то. Но в основной своей массе это январь. По планам НРД, в принципе, и это подтверждается пока процессами, которые сейчас идут, мы, в принципе, тоже в этот же срок будем укладываться, потому что сейчас у нас идет внутреннее тестирование, как внутреннее тестирование покажет, насколько мы готовы. В принципе, мы уже будем готовы выйти на тестирование. Может быть, в этой части мы с некоторыми разработчиками уже сейчас начнем уже тестирование, хотя бы самые сложные транзакционные операции, перевод активов. Но в любом случае наша боевая готовность по взаимодействию с регистраторами ориентировочно мы готовы прийти на январь месяц. Таким образом, с учетом, скажем так, того, что было сказано мной раньше, того, что нас на самом деле, скажем так, в частности, биржа говорила о том, что нужно открывать счета как можно раньше. Рынок говорил о том, ну, рынок, опять же, прежде всего номинальные держатели, о том, чтобы переквалификация счетов прошла единомоментно, да, то у нас сейчас рабочая дата, да, вот именно рабочая дата, которую мы не пересматривали и не будем пока пересматривать в ближайшее время, то, что переквалификацию счета мы осуществим в конце марта. Я надеюсь, что, и это я бы хотел с вами тоже, ну, как бы, проговорить, обсудить, и как вы на это все смотрите, что мы, допустим, последний рабочий день марта подадим распоряжение на переквалификацию счета, чтобы можно было благополучно в субботу, в воскресенье, если не хватает мощности или большой будет объем, спокойно уже сделать переквалификацию, обменяться справочниками, которые необходимы для проведения транзакционных операций. И, соответственно, уже в понедельник, апреля, я там не знаю, какой по календарю получается, первое, да, чтобы мы долго не смеялись, да, а нормально уже начали функционировать и работать уже. И для рынка это, в принципе, будет как бы большим переключателем, да, когда с одной стороны был номинальный держатель, а с первого числа апреля у нас уже начинается взаимодействие по всем реестрам, которым обслуживаются ценные бумаги, мы начнем обслуживать уже в новой схеме. Смотрите, на самом деле это хороший вопрос, да, потому что когда мы рассматривали, ну, опять же, кстати, раньше, да, распоряжение на то, чтобы можно было это сделать. С другой стороны, я понимаю, о чем вы говорите, у нас даже в регламенте написано про 3 дня переквалификацию счета, но здесь я бы все-таки сделал это одномоментно, если это возможно. Но с другой стороны, вам никто не запрещает это делать и 3 дня, никто никуда не гонит. то есть вы в рамках этих 3 дней можете тот объем бумаг, который мы осуществляем переквалификацию, осуществить. ну, 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 да, на самом деле, давайте из этого исходить, что-то я сначала испугался. Ну, я просто исходил из того, что, в принципе, субботу, воскресенье, если мы будем заниматься именно переквалификацией счета, да, то, в принципе, и операционные подразделения ваши, и наше операционное подразделение будет именно затрачивать свое внимание и усилие именно вот на этих вот процессах, не будет оторваться от текущих вопросов. Но это, опять же, к вопросу дискуссии. Никто не говорит о том, что вы можете и должны делать это в один день. Действительно, почему бы и нет это растянуть удовольствие на 3 дня. Вот. И в завершении каждого дня, ну, я не знаю, радоваться нашему отношению. Вот. На этом я, как бы, заканчиваю свою презентацию или свой рассказ. Если есть какие-то вопросы, можете задать сейчас или можно будет уже обсудить после того, как будет обсуждать выступит уже Андрей Дмитрий. Давайте задавайте вопрос. А что такое рейтинец? Как он будет формироваться, откуда он будет получать и его? Вопрос, на самом деле, для того, чтобы на этот вопрос ответить, давайте я немножко так в сторону пойду, да? Когда мы на рабочей группе прочитали о том, что электронное взаимодействие центрального депозитария с регистратором должно общаться только в электронном виде и объем операции все-таки хотя бы на первом этапе ожидается достаточно большой, мы понимали, что технология взаимодействия должна быть устроена таким образом, чтобы на уровне НРД и регистратора расшлялась из ТП, то есть без участия человека. Когда мы посмотрели на ту практику, которую мы имеем сейчас при взаимодействии номинального держателя с регистраторами, то мы сразу вспомнили на такое поле, как основание, где перечислены кучи документов. Договора, непонятно, как они называются, у кого соглашение, у кого договор, у кого резолюция, у кого-то еще. Номера непонятно, какие они присутствуют, у кого ноль, у кого один, у кого О. И в результате вот этих вот, скажем, сложностей встает вопрос о том, что два встречных поручения, они могут не сквитоваться, не найтись, только чисто из-за того, что оператор ведет с одной стороны буковку О, а с другой стороны ведет ноль. Машине уже не объясни, что вот давай здесь вот так, вот так. Поэтому при разработке регламентов взаимодействия мы именно исходили из того, что форматы, по крайней мере, со стороны центрального депозитария должны быть на 100% не просто читаемые, а на 100% читаемые электронно. И для того, чтобы все-таки осуществить квитовку этих поручений, чтобы можно было их в пространстве найти, вспомнили о практике депозитарной, депозитарной, когда клиенты для того, чтобы их поручения рассчитались достаточно быстро, они указывают референс. Поэтому, в принципе, на регистраторском уровне мы тоже этот референс ввели, и за счет этого мы отказались от использования, ну, скажем так, со стороны центрального депозитария от набора документов основания, то есть договоров и все остальное. Как будет теперь, то есть мы исходили из того, что регистратор на основании полученного документа от зарегистрированного лица и центрального депозитария по этому референсу найдет, по крайней мере, те два документа, которые он должен дальше проверить, то есть проверить количество бумаг, выпуск, там, имитенты, я не знаю, лицевые счета, паспортные данные. Вот. После этого уже идет исполнение операции и сверка непосредственно. Теперь вопрос, который каждый раз нам задают, да, а как этот референс устроен? На рабочей группе мы на самом деле проговорили, что этот референс должен регулироваться непосредственно уже депозитарием, да, центральным депозитарием. Мы это в принципе в правилах себе взаимодействия, да, эту оговорку вставляем. Это был уникальный референс на уровне нашего депонента, который будет проверять очень многие вещи, то есть счет подачи, счет списания, да, дату исполнения. И поэтому мы каждый раз регистратору по этому имитенту никогда не дадим один и тот же номер. Мы будем всегда отслеживать за его уникальностью. Как он формируется, я опять же уже сказал, да, это будет, ну, скажем, описано, ну, или рекомендация нашим депонентам, как этот номер должен быть рожден. С учетом того, как вы можете сейчас дальше продолжить вопрос, да, а как лицо в реестре узнает о том, какой счет указывать? Ответ простой, да. С учетом того, что операция купли-продажи не может осуществляться через счет центрального депозитария, то мы говорим все-таки об одном лице, который подает поручение как регистратору, да, на списание, так и центральному депозитарию на зачисление. Поэтому, в принципе, зная о том, какой у него референс был при подаче непосредственно на центральному депозитарию, он может его и указать в распоряжении регистратору. С другой стороны, в принципе, было предложение, я не знаю, на сайте НРД сделать, скажем, генератор случайных цифр для того, чтобы можно было этот референс указывать. Но моя практика показывает на то, что, в принципе, ну, по крайней мере, клиенты этот референс могут уникально и указывать. С учетом того, что у нас подается встречное поручение регистратору, ну, по крайней мере, рассмотрели возможность о том, что регистратору поручение может быть подано в течение 30 дней, с момента получения первого. То есть, каждое поручение живет у регистратора 30 дней. Мы исходили из того, что, в принципе, депонент придет, подаст поручение непосредственно в центральный депозитарий, и потом уже будет подавать распоряжение регистратору, допустим, с использованием почтовой связи, уже непосредственно регистратору, ну, без явки. Ну, самый худший вариант. И самый худший вариант, что этот регистратор находится, допустим, в Владивостоке. Ну, мы так подумали, что, в принципе, месяца будет достаточно, чтобы почта дойдет непосредственно регистратору вместе с этим передаточным распоряжением. Я не знаю, ответил на Ваш вопрос? Вы все правильно говорите. И, опять же, надо рассматривать каждый конкретный случай. Что значит имитент узнает? Или откуда возьмет? Если он проводит, на самом деле, операцию, там, допустим, конвертацию, объединение выпусков или какое-то другое корпоративное действие, то, в принципе, здесь референс не нужен. Да, там потому что встречное поручение закон «Счастье для нас» и это заслуга нашей объединенной рабочей группы были внесены изменения в закон, который теоретически позволяет делать. Что касается других действий, там, допустим, выкупов, то, опять же, надо каждый конкретный случай рассматривать, потому что, если мы рассматриваем имитента, который выкупает свои собственные бумаги по 75-76 статье, допустим, опять же, то, если вы помните процедуру этого выкупа, то имитент на самом деле направляет каждому номинальному держателю по месту учета права собственности набор документов, в частности, в котором содержится информация о том, что какое количество бумаг должно быть списано, потому что заявка может быть на 100 бумаг поставлена, а имитент все-таки своим решением выкупает всего 75. Этот документ, в принципе, может содержать и тот референс, который должен быть указан непосредственно уже в этом поручении. То есть я вот в этом части сложности не вижу. Это будет плюсом на самом деле и имитентом. Насколько я знаю, сейчас на рынке существует эта достаточно большая проблема, когда идет идентификация непосредственно заявок, которые поданы имитенту, с теми операциями, которые проходят по реестру. То есть каждый раз идет по рынку обзвон, отдали ли по этой заявке бумаги, перечислили, или это по другой, и каждый раз отошляется квитовка. В данном случае имитент, извините, давайте я прямо скажу, о той технологии, которая сложилась или будет складываться, он только выигрывает. То есть начинается какой-то либо порядок. Другие выкупы, в принципе, тоже там надо рассматривать именно ситуацию, какой выкуп происходит. И, в принципе, тоже понятно, что референс может быть продиктован заранее. Ответил? Да. Опять же по этому референсу. Хорошо. С точки зрения регистратора, по основанию для отказа, при отсутствии референс нет. Пришла бабушка, это совершенно древнее, пришла бабушка, написала встречное поручение, референс не указала, мы ей отказать не можем. Мы не нашли встречное поручение. На самом деле, нельзя совести нас там ни одного. Смотрите, на самом деле, это вот как раз цель нашего сегодняшнего совещания, чтобы посудить, что нам нужно для того, чтобы нормально заработать те сроки, которые, по крайней мере, у меня на слайде были нарисованы. Безусловно, некоторые вещи без нормативного закрепления, они не могут осуществиться. В частности, если вы знаете, на сайте ФСФР висит проект порядка введения и обслуживания счетов в реестр. Если вы обратили внимание, там на самом деле про этот референс уже сказано. То есть нормативно, если этого референса не будет, и это нормативно войдет в силу, то юридически у вас будет основание отказать, если бабушка это не укажет в какой-то референс. Если она укажет референс один, а в центральный депозитарий или в депозитарии придет и укажет другой референс, здесь проблем, правильно, вы понимаете, нету, да? Ну, значит, в 30 дней пролежат эти поручения, и они просто-напросто отомрут из-за того, что встречного не было. Потому что единственный идентификатор этих двух встречных поручений является вот этот референс, который порядок и наводит. Вот. Надеюсь, ответил. Бабушка, работающая в центральном депозитарии, ну, сложновато сказать. Скорее всего, это профучестник. В принципе, судя, а бабушка. На самом деле, в продолжении ремарки Алексея, я бы хотел отметить, что на самом деле, скорее всего, по центральным депозитарным эмитентам процедура, скажем, скупки бумаг брокерами, как это происходит в настоящий момент, она, скорее всего, изменится. Брокеру, скорее всего, будет выгоднее открыть счет непосредственно в реестре и аккумулировать на своем счете непосредственно уже бумаги. То есть не сразу на счет номинального держателя выкупать, а непосредственно через свой счет открытый в центральном депозитарии. И потом одной проводкой уже с твоего счета переводить уже к себе. С одной стороны, это вам добавляет как бы работы, с другой стороны, это какой-то доход идет. С третьей стороны, на самом деле, если мы смотрим уже чистоту сделок, скупок, которые проводят, они становятся более прозрачными и чистыми. То есть если вы видите, что что-то там нечистое, вы знаете, куда эти бумаги ушли и с кого можно, соответственно, принять какие-то решения. Идея, но все же. Сайт НРД работает великолепно, все великолепно. Пришел к регистратору человек, референс указал, просто сервис проверки. Защищенный канал никто не отменял, мы набрали референс, сайт выдал, да, такой есть, да, он нормальный, по такому-то фамилии не очень. Когда человек приходит, мы увидим, мы видим все это. Все равно какая-то определенная вещь происходит именно, так скажем, дактилоскопическая. Поэтому пришел, написал, мы тут же проверили, увидели, все нормально, человека отпустили. Ну, утрировал. Висеть эти 30 дней, нам это не нужно. Зачем нам эти нужны, которые будут висеть 30 дней, сверили, не сверили. Лишний документ, оборот, он никому не нужен, с бумажкой. Мы всегда, это надо, либо человеку, там, вид какой-то клиента, его искать, чтобы он изменил, еще что-то, нужно что-то говорить. Зачем? Когда все можно сделать проще, технологически. Посмотрите, наверное, было бы хорошо, но только никто же не обязывает сначала прийтись к нам, а потом к вам. Вот именно. Такого нет. Вот именно. Тогда у него нету референса. Тогда мы сообщили ему, извините, ты еще не получил референса. Не, на самом деле. На самом деле. Не, он, безусловно, может сам сочинить. Ну, я говорю, что мы будем говорить рекомендацию, как он должен состоять. А будет его клиент использовать и то лицо, которое будет вам подавать его, это не вопрос, как он на самом деле в жизни его нарисует. Здесь как бы, ну, как хочет, так и рисует, на самом деле. То, что вы говорите, на самом деле, документы обороты, он, безусловно, увеличит, но с другой стороны, он и позволяет, ну, по крайней мере, вам и заработать. По крайней мере, опять же, оговорюсь, проработав этот вопрос на рабочей группе, пришли к тому, что, в принципе, это лицо, которое подало вам неправильное, скажем, передаточное распоряжение, да, вот это встречное, по своему счету, оно может его в любой момент сменить. Да, не технологично, да, вы эти проводки не делаете, но это уже лишний заработок, опять же, которым вы, должны быть заинтересованы. За отмену. Да. 30 дней есть, он на 10-й день отозвал, на 11-й подал еще одно. А 30 дней то лежит, поэтому оно в итоге исполнится. Когда будет отказ, что мы с этими деньгами мы себе что-то заберем? Отказ, как бы. Ну, и денег нету. Вернуть. Не, ну подождите, на самом деле, это та же, коллеги, на мой взгляд, это может быть частный случай, да, все-таки, да, но в практике он существует. Вам, когда лицо приносит передаточное распоряжение с поставкой бумаг на счет, которые вы еще не открыты, та же ситуация. Какая услуга не оказана? Деньги он заплатил, какое увеличение количества? Какие деньги? От каких мы деньгами сейчас говорим? Если он говорит про отмену, да, прощение, А? Если про отмену, вы исполнили операцию. Если отмену, Если пролежали 30 дней, то какие деньги вы берете? Вы тоже так же, как и за отгазом, какие деньги никогда не брали и не берете? Ну, на самом деле, опять же, в рамках регламента этот вопрос тоже мы проработали, договорились о том, что, ну, скажем, насколько это неудобно НРД, но насколько это удобно и участникам рынка, да, скорее всего оплаты, даже не скорее всего, оплаты мы будем сочетать сами. То есть, всегда у вас будет стороной плательщикам именно непосредственно уже центральный депозитарь, чтобы у вас там дебюторских задолженностей не было и у нас не было оснований получить отказ или выдать отказ с вами, да, в проведение той или иной операции. То есть, мы, по крайней мере, исходим из того, в данном случае, что все операции оплачивают, ну, ну, честно, вот скажем, это в каждом конкретном случае нас с регистратором будет общаться, потому что наша практика показывает, что некоторые регистраторы выставляют счет тут же, прям, да, как приняли документы и все идет параллельно. Другие регистраторы говорят, да куда ты денешься по договору, да, у нас там санкции есть. Не оплатишь, мы тебе там такую пеню выставим. Вот, оплатишь в конце месяца. Одним счетом это все выставляют. Мне кажется... Это вполне оправданно, потому что регистратор все равно проводит действия по поиску поручений, там, да, по этой квитовке. То есть, это получается, мы делаем без оплаты или известно, что будет потом, да? Да. А действия-то проведены, они должны быть оплачены? Ну, это первая часть действия проведена. Ну, люди-то работают. Не, ну, я думаю, что опять же, это каждый вопрос надо будет обсуждать. Опять же, практика наша, да, показывает о том, что, по крайней мере, по взаимодействию там с регистраторами в каждом договоре прописаны процедуры оплаты. Ну, там вопросы, Сережа, вопросы, как бы отличаются. То есть, если мы говорим о номинальном держании, то да, там есть договор, по которому там либо предоплата, либо гарантийное письмо, либо что-то еще, там, понятно. Если мы говорим о людях, просто зарегистрированных лицах, которые находятся в республике, как владельцы, зарегистрированных лиц, то да, да, то есть, они, соответственно, подают заявление, соответственно, через 30 дней оно отпадает, и им нужно возвращать деньги. То есть, в данном случае мы берем в любом случае предоплата. Мы по-любому говорим о локерациях по счету центрального депозитария. То есть, мы являемся одной из сторон. Да. Значит, в договоре надо будет предусмотреть ситуацию, когда мы платим и за ту, и за другую, и за числение, и за списание. Сейчас пока фактически мы платим за списание. Эта тема обсуждаемая, она нормальная совершенно, потому что клиент один и тот же, он в реестре тот же самый, и тот же самый он по номинальному держанию. Гарантийное письмо никто не отменял. Подолго. На каждую операцию? Зачем? Нет. Зачем? Мы же с вами работаем. Гарантийное письмо. Получается, если будет договор... Да, да, да. Клиент здесь не кричит. Мы выставляем... Ну, на самом деле, опять же, обсуждая этот вопрос на рабочей группе, вот эта технология, в принципе, она всех устроила. О том, что центральный депозитарий будет непосредственно оплачивать эти операции. То, что зарегистрированное вам лицо подаст документы, а вы посмотрите и выдадите отказ, ну, там, я не знаю, по той или иной причине. Но это вы в жизни сейчас не защищены от этого, что примите документ, что-то сделаете и потом получите отказ. Ну, да, я это вижу как первый, ну, скажем, один из вопросов, который нам надо будет решать совместно, как нам с клиентами, так и вам с зарегистрированными лицами, чтобы не произошли такие ситуации, в которых вы говорите, что будет подностричное поручение, а стороны там, второй стороны не придет аналогичное поручение. То есть все это минимизировать. Да, это сложности, хорошо, что они видны, но я не думаю, что это вот ужас-ужас. А можно маленькую ремарку? Знаете, мне кажется, что мы немножко в сторону ушли. На отменяемых поручениях никто из нас и не разорится, и не обогатится. Поэтому, я думаю, в смысле финансового это особо обсуждать не надо. А вот то, что вы предложили, некоторая технологическая вещь, мне кажется, надо про нее подумать. Она не всегда сработает, потому что в разное время подают, но, скажем, даже если в половине случаев она сработает, это уже хорошо. Давайте про это подумаем. На самом деле идея... Сейчас, секунду. В этом мысле закончим, можно? Идея была просто сделать на сайте МРД генерацию референс. Это немножко другое, но здесь мы говорим о встречных поручениях. Вы получите документ реальный, подписанный ЦП, встречное поручение, которое называется, и проверять предварительно на сайте, есть он где-то в природе или нет. Если клиент сначала пришел... Ну, Сергей Юрьевна говорит к нам, да, чтобы вы понимали, естественно, он не к нам приходит, он приходит там в кастыде в какой-то, потому что у нас счетов физических лес нет, и счетов владельцев у нас вообще 20 копеек. Вот. То вы получите в тот же день это поручение. То есть, раньше, чем клиент придет к вам, скорее всего, к вам придет встречное поручение, вы понимаете, уже можете спокойно сверяться. А не лезть на сайт зачем-то там по защищенному каналу и так далее. Вот если он пришел к вам, то вот тыкнуть в какую-то клавишу и получить некоторый уникальный референс, может быть, это полезно. Но вернее, посоветует клиенту потыкать перед тем, кто заполняет поручение. У каждого регистратора поставить какой-нибудь... Ну, терминал заплатил. Задайте вопрос, а то вы уже... Да, мы практически ответили на вопрос, потому что я хотел уточнить по поводу уникальности референсов, потому что проточало, что это может быть и генератор случайных чисел, и в то же время депонент может прийти уже к нам с каким-то референсом. Если он его, ну, придумает сам и укажет, то тогда он может просто указать цифру 1, и как вы будете тогда сверять и искать встречное, потому что с таким референсом может оказаться очень много поручений. Ну, как я говорил, мы при приеме поручения от нашего клиента, который подает поручение на депонирование или на списание, будем проверять, есть ли такой непосредственный референс уже в работе со стороны центрального депозитаря, в работе у регистратора. Если вот единичку поставить, теоретически это возможно сделать. Даже в разрезе имитента. Референс действует 30 дней, в принципе, он актуален, и в рамках одного имитента. Конечно, если все будут стоять в единице, ну, это полно. Лучше бы, чтобы был источник, где можно было бы взять уникальный референс. Ну, поэтому и говорится о том, что на сайте сделают случайные цифры для тех, которые не могут это систематизировать у себя. Ну, я опять же говорю, по практике это, ну, на мой взгляд, в депозитариях это используется. Я не думаю, что это вот такая будет большая проблема. По крайней мере, клиенты, которые будут переводить, они будут непосредственно уже знать о том, как это указывать. С другой стороны, это сумятица, на самом деле, ну, сейчас я еще так подумал, она может быть, если у нас произойдет процедура, ну, скажи, не процедура, произойдет оттягивание, да, процесса перевода бумаг непосредственно не на счет номинального держателя НРД, да, а после переквалификации счетов, тогда, безусловно, весь рынок начнет уже вводить бумаги в центральный депозитарий, чтобы осуществить там сделки на бирже и все остальное. Здесь начнется сумятица. И, на мой взгляд, наша задача, как НРД, и ваша задача, как, ну, регистраторов, пойти навстречу рынку и осуществить этот перевод бумаг до восстановления центрального депозитария. И опять же я говорю, из-за кого-то это лишний заработок они теряют, да, с учетом массовости переводов, количества операций. Но, с другой стороны, надо понимать, что и рождается куча проблем, которые надо будет решать достаточно в жадкой сроке. Еще раз. А я бы сказал, что это вообще вопрос, который нам здесь обсуждать не надо. Это не наше решение. Это и не наше решение, и не ваше решение. Это решение кастодиана. Переводить до того, как отсчет центрального депозитария или после. А мы с вами можем это только исполнять. Еще вопрос. Оксана. Саша, ты не помнишь, он буквенно-цифровой? Не помню. Насколько я помню, он буквенно-цифровой, но только используется латиница. Да, то есть не используется русский алфавит. Максимально не так, как 16. Да, не больше. На самом деле, коллеги, я, ну, так сейчас, извините, в сторону отвечу, да, чтобы вы понимали. В НРД, ну, скажем так, есть группа сотрудников, которые отвечают за те или иные направления, да. Ну, в частности, разработчики ваши, да, программного обеспечения, знают, что у нас есть, скажем, технолог, есть человек, который знает форматы, знает процессы. В принципе, эти вопросы, которые вы сейчас вот чисто технологически там задаете, вот, как там это поле содержится, как там вы будете обрабатывать это или это поле, опять же, да, вы можете задавать поэлектронному. Насколько я понимаю, ребята вон-лайне отвечают. То есть вопрос-ответ существует. Что касается тестирования, да, то, безусловно, мы еще Диму послушаем, но за этот вопрос у нас отвечает Дмитрий. Все вопросы касаемо тестирования, разворачивания системы и подготовки там тест-плана или еще что-нибудь, можете адресовывать ему. Безусловно, мы в ближайшее время создадим еще, скажем так, перечень сотрудников, да, со стороны НРД, которые будут вот с вами уже взаимодействовать, ну, скажем там, при проведении там тестирований и других решений вопросов, как начать нашему взаимодействию. Ну, скажем так, некий менеджерский коллектив, да, которому вы можете позвонить и решить все свои вопросы. Я надеюсь, что в ближайшее время мы подготовим такое вам сообщение и разошлем, чтобы вы понимали, к тому же, чего можно ответить и задать эти вопросы. Извините. Я надеюсь, что вы понимаете, что НРД заплатит комиссию и за обе стороны, будет ли НРД потом переоставлять эту комиссию на стадионе? Безусловно, то есть все операции... И свою, и то что с ней? Ну, смотрите, на самом деле, как сейчас происходит выдача, да, в реестр? Когда в реестр своей комиссии? Выдача? Нет, на самом деле, давайте так и отвечу. На самом деле, когда мы сейчас осуществляем операцию в реестре, связанную с выдачей цельной бумаги снятия и сохранения, да, и вы знаете, что НРД берет свои копеечки там какие-то и потом переоставляет непосредственно на лужу сроки регистратора, который возникнет. В этой части я не вижу, что у вас что-то изменится. Единственное, что вторая составляющая у вас пойдет по депонированию, да, которое не было раньше. Со стороны НРД, насколько я знаю, депонирование бесплатное, то есть комиссии здесь не будет, но регистраторская часть она будет переоставляться. Если есть оплата, да? Нет, просто сейчас либо платится напрямую у реестр, либо если задействовано НРД при зачислении бумаг, значит то же самое. Просто путь пултежа, а у детское другое. У вас сейчас это добрая воля, а потом не будет все другого? Ну, на самом деле, вам же так удобнее, насколько я понимаю, вот вам, как клиенту. Нет, на РКС мы будем удобнее, только если депонирование сайта, то есть сплата, но на РКС мы не можем. Все понятно, да? Все, все, все уже обсудили. Еще есть вопросы или мы... Да. Я уже в надежде хотел бы присесть. У регистратора возникают следующие идеи по поводу оплаты при встрече к поручению. Раньше распоряжение было одно, соответственно, одна сумма сделки. Сейчас вступают в два распоряжения. Идея. А почему бы за обработку встречного поручения не придумать пресс-курант и не брать за это деньги и со второй стороны? Можно же? Кому вопрос? Ну, знаете, на самом деле... Это дополнительная работа, правильно? Второе поручение, там, сверху провести, и так далее. Перевод бумагой один. Ну, на самом деле... А вот есть такой... Мы не за перевод будем брать, а за экспертизу. Сверху, встречную... Коллеги, на самом деле... Я думаю, можно формулировать. Нет, вопросы формулировки без сона разработать можно, да? Насколько я понимаю, но этот вопрос нам еще нужно будет с вами обсудить. То есть, сколько денег, что вы будете брать за ту или иную операцию, и как мы ее будем облаживать. Боите вы нас при этом привлекать, да, при обсуждении тарифа, или сами будете его разрабатывать. Но в любом случае, нам этот факт надо пройти. По поводу того, с кого как брать... Ну, знаете, общавшись со многими регистраторами, я понимаю, что у них самая большая битча, да, дебиторка, да? Вот. Если вы... Видите... Видите необходимость в том, чтобы этот пласт работать, заставить, да, на свои плечи и работать за регистрированным лицом, убрать у него деньги или какие-то гарантийные письма, а потом опять же ждать оплату, ради бога, тоже это обсуждаемо и может. Но когда мы опять же вопрос оплаты и услуг регистратор рассматривали, мне казалось, что лучше регистратору взаимодействовать с одним лицом, так же, как и клиенту взаимодействовать по оплате своих бумаг, опять же, с одним лицом, да? Вот, допустим, если он у брокера обслуживается, у него есть там денежный счет, из которого вызываются деньги как за совершение операции в реестре, так и за биржевые и вложенные услуги, почему бы нет? То есть, был на выдумку, Китра, вы же знаете. Я уже надаю своими репликами, но можно смотреть, сколько вы берете денег за операцию по встречным поручениям, это ваше решение. Но, безусловно, удобнее брать эти деньги и в любом случае с одного лица, а не с двух. А потом я озвучу замечание из зала. Депутатка, да, это бич, только депутатка по имитентам, а не по операциям, потому что операция, как правило, оплачивается в рамках. Ну, это ладно, так, разложение. Еще вопросы есть какие-нибудь? Так, пожалуйста. Вопросы юридического характера. Можно уже? Попробуем. Да, они вот есть. НРД пытается открыть у регистратора счет НДЦД. Вопрос. Обязан ли регистратор проверять правомирность открытия счета? Может, регистратор считает этот реестр, нет, центральный реплицентральный. Ну, нужно я влечу. Я постараюсь немножко мягко отречь, да. Алексей подкорректируется. Хороший следователь, плохой следователь. На самом деле, вопрос дискуссионный очень сильный, да, с юридической точки зрения. Чья обязанность иметь, ну, скажем так, основания для проведения проверки на центральную депозитарность имитента или нет? Закон, безусловно, центральной депозитарии диктует одно условие, да, что центральная депозитария должен в течение года, ну, уже 11 месяцев у нас осталось, осуществить открытие переклификации счетов центрального депозитария. А как он определяет, является он центральной депозитарным или нет? Все умалчивают. Ну, да, НРБ эту работу провела, для себя определила, что он является центральной депозитарной или нет. Но, нужно сходить из того, что договорные отношения, прежде всего, строятся не у нас с имитентом, а у регистратора с имитентом, да, и если все-таки центральная депозитария промахнется при подаче документов на переквалификацию счета, поверьте, больше вопросов будут относены к вам, да, теми же номинальными держателями, которые непосредственно захотят работать по своему счету. И вам надо будет аргументировать, почему вы при исполнении той или иной операции все-таки открыли счет центрального депозитария. Это одна из точек этого вопроса. Можно, конечно, кивать на центральный депозитарий и говорить, что вот он там подал распоряжение, я его исполнил, мне, типа, деваться не будет. Но мы все понимаем, что имитент, да, может, как бы, и освободиться от обязанности раскрывать информацию о себе в средствах массовой информации ответственного станет уже не центральным депозитарным имитентом. Опять же, вопрос, а у кого взаимоотношения устроены с имитентом? Ну, явно, что не центральным депозитарием. А кто об этом может первый узнать? Безусловно, имитент, ой, регистратор. Тогда вот, с учетом того, что я сказал, пытайтесь догадаться, у кого ответственность. То есть, я не говорю, что она у вас, да, вы с вами знаете по поводу того, что НРД провела аховые работы по выявлению центральной депозитарной. Да, мы полгода по этому поводу работали, обзванивали все источники какие-то есть, обзванивали всех имитентов, как это ни странно, да, которых мы знали вообще по природе. И выясняли у них, являются они центральной депозитарной или нет. Я знаю, что некоторые регистраторы, тоже некоторое большинство регистраторов тоже работу провели, да, и они точно для себя определили, что этот имитент, он центрально-депозитарный, а этот не центрально-депозитарный. Поэтому итог моего выступления это наша с вами головная боль. Мы каждые должны работать со своей стороны и друг друга подстраховывать. просто мы начали с ФСФР, я просто не знаю, у них этого списка нет, они очень часто, приходя на проверку документов имитента, выясняют, что он обязан раскрываться, тогда они с большим удовольствием берут страху тысячи пятьсот. Вот. да, такой базы не существует. Сам прямой турб, вам нужно раскрываться отрезанно через информационное агентство, взять список у них, вот так над этим мы работаем. Но там много, например, ООО, которое выпустило облигацию. И там не идет речь о том, что это центральный депозитарный. Поддержку, как бы, не буду говорить, кто, нам помог в этом вопросе. На самом деле некоторые региональные ФСФРы начали эту работу проводить. И некоторые региональные подразделения ФСФР шлят проверку своих обществ, которые у них зарегистрированы или зарегистрированы в проспекты миссии. И на том или ином сайте, ну, скажем так, есть уже список имитентов, которые они не называют центральный депозитарный, они его называют список имитентов, которые на взгляд ФСФР являются обязаны раскрывать информацию соответственно статей 30, что, соответственно, вытекает прямая связь. В этом реестре должен быть открытся счет центрального депозитария. Вот и все. Там стоит второй вопрос, на самом деле, я просил бы обратить внимание на этот момент, что, насколько я понимаю, законы, теперь эти имитенты должны быть обслуживаться непосредственно у регистратора, потому что вторым ключевым моментом является открытие счета в таких реестрах счета центрального депозитария, наличие регистратора. То есть центральный депозитарий с имитентами, которые ведут самостоятельно, даже если они попадают в статью 30, раскрытие информации, он не имеет права работать. Я, как всегда, реверс, может, вы сядете сюда? Я вам давайте. Давайте. Смотрите, закон не устанавливает, кто отвечает за это. Написано непонятно. Кто отвечает, непонятно. Поэтому Сергей абсолютно правильно сказал, что это наша общая с вами головная опорка. С другой стороны, я бы не драматизировал ситуацию. Мы на самом деле правда очень стараемся и очень хорошо работаем, чтобы понять вероятность того, что мы вам пошлем заявку по нецентральной депозитарии имитенту, она достаточно мала. Я бы сказал, исчезающая мала. Все равно, конечно, предусмотреть это надо и проверять, конечно же, на всякий случай надо. Но я думаю, что это все-таки не самое страшное. Откуда брать такие списки? Тут есть разные предположения. Конечно, мы с ВСФР работаем. У них нет централизованного такого списка. Информация рассредоточена по их подразделениям региональным. В общем, мы работаем в том числе и с ВСФР. Еще маленькое просьба, не все друг друга знают. Представляйтесь, пожалуйста, из какой компания. А то со многим по телефону общаешься, а в лицо... Так, еще вопрос. Пожалуйста. ВТБ-регистратор. Мы общались напрямую с Сергеем, у нас возникали вопросы о том, какой же все-таки имитент является центральным депозитарным. И одна из мыслей, с ВСФР мы тоже общались, выкатывается из статьи о центральном депозитарии, где в первой части, во второй части статьи указано, что счет центрального депозитария открывается со ссылкой на 30-ю статью. Дальше, в следующем, или, по-моему, в четвертом пункте указано, что при наличии проспекта, цену, он, какими тоже наточняется, должен быть открыт только счет центрального депозитария. Соответственно, возникает, что тот имитент, который освободился по 30-й статье, у него проспект самый бумаг не исчез, он у него остался, он у него остался навсегда. Возникает вопрос, а что сделать здесь? Вот, негласное мнение ФСФР о том, что и здесь должен быть счет центрального депозитария. С учета того, даже у нас освободился. ФСФР, видимо, разные подразделения. Да, здесь мнений много, но мнений конкретно, что вот все с ним согласились, и все с ними были, стояли на нем, нету. Надо идти методом проба ошибок. Открывайте счет, сообщайте об этом имитенту. Если он начинает громко кричать, тогда закрывайте его обратно. На самом деле, коллеги, касаемо, опять же, первой части своего выступления, я сделал некую ремарку, да, я знал, что к этому вопросу мы вернемся, я еще раз заострю внимание. В ближайшее время мы каждому регистратору пришлем список имитентов, которые являются центральной депозитарной, и которые мы планируем открыть 31 числа, счет центрального депозитария. В принципе, время у нас еще есть, чтобы вы по этому списку еще раз, если вы это не сделали, пообщались своими имитентами, выяснили их настроение по поводу того, что у них жизнь немножко поменяется 31 числа, а также являются они центральной депозитарными, но уже не с точки зрения того, что они как будто центральной депозитарной, а то, что у них действительно 31-го поменяется жизнь. Вот, поэтому главная боль это наша, да, на самом деле нормативная база наша очень дремучая в этом вопросе, да, и когда мы оставляли этот список, мы очень много чего узнали для себя, того, что даже в жизни даже никто не призывал, что это есть, вот, поэтому есть время нам этот список составить, некоторые регистраторы мне говорили, что давайте сделаем отрезку по времени да, но группа говоря, вот если мы планируем 31 марта делать переквалификацию счетов, да, мы группа говоря там 25-го числа фиксируем этот список уже окончательно, бесповоротно, который в наше течение 5 дней, через 5 дней уже будет обрабатываться с точки зрения уже переквалификации счета, и там мы уже начнем, потому что, безусловно, список живой, некоторые имитенты будут стать центральными депозитарными, а некоторыми и нет, вот, поэтому мы предлагаем на самом деле подход простой, фиксируем список, не знаю, когда, хотите сейчас зафиксируем, хотите попозже зафиксируем, вот, но ознакомиться с ним уже надо будет на следующей неделе, ну, чтобы начинать работу, и начинать уже по нему, если у нас появляется имитент после фиксации этого списка, который или попадает в этот список, давайте мы на него обратим внимание после немножко, потому что один из специалистов, я не знаю, кто это, и где это, и как, но, по крайней мере, теперь везде об этом говорят, что центральных депозитарных имитентов у нас в России от 4 до 8 тысяч, да, мы нашли только всего, извините, 1113, вот, не нашли мы остальных, я боюсь, что на самом деле этот список, ну, не окончательно. Регистраторы тоже часто на технике находят. Так, еще вопрос. В принципе, мы запланировали еще одно выступление по, как бы, уже технике работы, и потом маленький перерывчик, и можно еще поговорить, позадавать вопросы, устроить какую-то дискуссию и все прочее. Вот, поэтому я предлагаю перейти к следующему выступлению по вопросам тестирования уже программного обеспечения, то есть чисто практический вопрос, и передаю слово Дмитрию Голову, заместительной начальнику управления взаимодействиями. Здравствуйте. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Сергей уже реперные точки нас расставил в моей презентации, придется углубляться и лезть дальше. Собственно, то, чего мы хотим получить от нашего тестирования, которое начнем, чуть ниже проговорю, когда оно начнется уже по струб. безусловно, мы понимаем, что работа ЦД как такового и в части нашего с вами взаимодействия это принципиально новое, вообще говоря, дело, и никто с этим не сталкивался в таком виде. Поэтому прекрасно понимаем, что проверить необходимы не только наши системы, что мы в итоге напрограммировали в течение 2012 года и сейчас доделываем все в экстренных порядках либо сами, либо с помощью разработчиков. Ну и транспорт, как мы будем взаимодействовать сами и в том числе единственное, здесь, наверное, мы плохие помощники, когда тест начнется, вам необходимо будет уже, видимо, самим подыгрывать в качестве псевдо-физических лиц и тому подобное, кто вам будет приносить документы на бумажном носителе. То есть у вас такой обязанности нет взаимодействовать и со всеми поеду хорошо это или плохо, ну, понятно, что и не будет никогда. То есть для всех без лиц это неизбыточная вещь. Безусловно, то, что Сергей говорил, переводя счета в качество центральных депестатарных, при нынешнем раскладе это большая часть останется обычная счета номинального держателя и при всем при этом две области будут скажем так постоянно некоторые эмитенты будут переходить из одного состояния в другое. Мы это тоже понимаем, поэтому здесь приходится говорить не то, что мы будем тестировать только работу ЦД и регистратора, но и по сути НРД и регистратора. НРД в данном случае будет выступать в качестве как обычного номинального держателя, так и центрального депестатарного, переходя из одного состояния в другое. Также, ну и собственно, иногда это называемое стресс-тестирование, хотим максимально уставить, чтобы все, начиная работников на местах, так и все средства технические проверить максимально приближенный объем тех операций и сообщений, которые нам всем угрожают, которые у нас случатся после начала уже полноценной работы. Несколько полостов основных таких наиболее тяжелых вещей я перечислил, они в принципе всем понятны, это изменение открытия и закрытия счетов, то, что будет постоянно, ну понятно, будет большой всплеск на этапе, когда мы непосредственно приступаем к процессу, но и потом это будет на регулярной основе совершенно новые вещи со сверхой, наиболее тяжелые это при проведении операции и все последствия действия регистратора, но и ежедневные, но здесь попроще, только объем сообщений. Витовки появляемые у регистраторов новая вещь, т.е. депестарем знакомая, регистратором новизна. Также есть, ну не то, что сложности, то, что работать со справочником бумаг, также необходимо будет обратить, на наш взгляд, серьезное внимание, потому что без и на рабочей группе все проговорилось неоднократно, многократно, что электронный документ и те сроки, те скорости, которые от нас требуют закон, без работы с кодами трудно анализуемые. Все эти текстовые поля есть желание использовать по минимуму, потому что текст есть текст, вы это прекрасно понимаете. Ну и, собственно, как мы это видим? Тестирование, для тестирования будет разворачиваться отдельное рабочее место, ну не будет, а нужно развернуть, на котором будет тестовый луч, который появится в январе. Тестирование просимо, кстати, есть, но не только негативные, а не очень позитивный опыт, в том плане, что нам всем нужна оперативность в данной ситуации. Я не так давно был, у нас был первый рассылка, просили указать технических специалистов, адресов, кто будет взаимодействовать с тестированием. Вот этого я рассылал всем, кого указали, просьбу прислать уже адреса для расстройки тестового ключа и все прочее. Отклик пришел далеко не ото всех. Коллеги, время у нас тает, месяц уже ушел, давайте назначайте у себя кого-то ответственного, главного, кто будет за этим следить, этим руководить процессом. нам всем нужна оперативность и слаженность. За декабрь хотелось бы настроить уже, хотя бы, чтобы сейчас был канал, январь, который проговаривался и регистраторами, и, ну, соответственно, мы сами ставим срок готовности пола для взаимодействия это январь и конец января и февраля у нас будет массированное инвестирование с тем, чтобы в марте все это дело проанализировать, что-то доработать и здесь мы выходим на несколько раз уже озвученную цифру, это самый конец марта, когда мы планируем подавать уже распоряжение на изменение счетов. Ну, в первую очередь понятно, это будет изменение счетов, потому что по счета уже НРД присутствуют в этих приездах. Вот, поэтому я повторю, прошу со всей ответственностью к этому отнестись и времени у вас катастрофически не остается. Зиманам предстоит горячее. Вот, это что касается видения, и вот Сергей говорил про контакты, презентация, разумеется, будет на сайте, я структурировал это по сегментам, кто организовывает среду, там целый отдел специально указывал фамилии, они все взаимозаменяемые, поэтому либо вопросы, либо телефоны, что касается форматов Александра Ермакова, декорирование коллеги, уже непосредственно кто будет осуществлять обмен сообщениями, ну и общее взаимодействие, многие нас прекрасно знают. Сергеем всегда что называется. Вот, поэтому давайте, если есть вопросы, будем стараться ответить. Аркад Центр НС, два вопроса. Значит, в данный момент у нас есть с НРД договор о информационном взаимодействии, то есть, что договор об электронном документообороте, как с номинальным держателем. Сейчас возникает еще в центральном депозитаре, где несколько иная технология, и в связи с этим, мне кажется, или заключение еще аналогичного отдельного договора или дополнение и изменение к тому договору, потому что, например, открытие счета в обычном договоре, как с обычным номином держателем, там нельзя анкету, да, электронную. А здесь будет открываться счет на основании электронного распоряжения страны, ну и все другие процедуры. Совершенно согласен, и именно так мы и думаем, единственное... Когда возникает вопрос, да, пришлет? Нет, пришлем, сами пытаемся понять, что проще. Здесь есть плюсы объединяйся в одном договоре, ну и есть достоинство, что в едином бы месте. С другой стороны, все-таки новизны много, либо выносить в отдельное соглашение договор. Ну, то есть, он нужен, да, безусловно, бы в скором времени пришлем. Так, и второй вопрос. Вот насколько принципиальная позиция НРД в плане открытия счетов центрального депозитария одномоментно в один день. Например, нам, как регистратору, было бы удобнее осуществлять это поэтапно, ну, хотя бы в течение недели, то есть, грубо говоря, в один день там по 10-15 депозитарии. Это не наша позиция. Нам тоже было бы удобнее делать это постепенно, чтобы кусочком кошки подрезать. Но пока это позиция всех кастодианов. Они, крупных кастодианов, которые работают, которые будут переводить. Они говорят, мы хотели бы одномоментно переключиться с одной схемы работы на другую схему работы. Это не значит, что это какая-то догма. Это в любом случае не наша догма. Но пока это некоторое общее решение, ну, скажем так, собрание, на котором были и кастодианы, и регистраторы. И пришли к тому, что эта схема среди, ну, у каждой схемы есть свои недостатки. Что недостатки этой схемы минимальны. Вот пока решили так. Это не значит, что, ну, вот просто все однозначно построились, и вот 31 марта или в течение трех дней перешли. Могут быть разные обстоятельства. Например, у эмитента какое-то сложное корпоративное действие. Что-то еще происходит. Какой-то эмитент есть особые обстоятельства. И мы не будем, конечно, догматиками говорить, нет, если не 31 марта, то значит, никогда это невозможно. Мы готовы внимательно рассматривать все возникающие обстоятельства. спасибо. Мы исходили в том числе из того, что это некоторые форматы утвержденные, что этот процесс будет предусмотрен в программном обеспечении, и в принципе он достаточно хорошо формализует. То есть трудности у нас были, наверное, с нашей стороны, потому что нам придется все эти тысячи с чем-то заявление на открытие счета как-то сделать. Я бы хотел обратить еще на две вещи, на которые Сергей не обратил внимания, ну, специального внимания. По материалам рабочей группы, которая вот сейчас сделала регламент, которая 11-го, по-моему, числа, да, будет отрестаться на комитетах портала. Значит, есть такая вещь ежевечерняя сверка. Вы все читали, значит, в законе там сказано, что если не было операций, то должна быть ежевечерняя сверка. После обсуждения мы пришли к тому, что, наверное, все равно по всем ценам бумага будем делать сверк и открыты счета. Вот. И после обсуждения внутри я бы добавил еще даже по тем счетам, которые не являются центральным депозитанием. То есть просто по всем открытым счетам в этом формате будет производиться сверка. И после этого только обсуждался вопрос, если есть какие-то операции, посланные в центральный депозитарий и по конкретной операции не была произведена сверка. И решение родилось единственное. Все должно обратить в рамках одного операционного дня. до тех пор пока центральный депозитарий не ответил на какие-то операции. Вот провели операцию, послали на сверку. Она еще не закончена получается. Вот. Вечернюю сверку окончательно производить нельзя. Это решает много вопросов сразу, в том числе юридических, особенно при проведении собрания, а кого считать на 18 владельцев и включать список на проведение собрания, но и заканчивать датом разрыва в собственности. Вот. Поэтому еще одна вещь. Ежевечерная сверка инициализируется регистратором. Потому что у него могут возникать разные процессы. Ну, например, там какая-то крупная корпоративная операция, может быть, даже не связанная с центральным депозитарием, но требующая затрат времени и закончится она там в 8 или в 9 вечера. А как конвертация техническая или что-нибудь еще. И поэтому сверху инициирует по рекламенту регистратор. Я просто на некоторые вещи, по которым уже какое-то решение принято, хотел обратить внимание. В принципе, рекламент это наш документ, наш, это нас всех сидящих видеть. Он не догма, но из него потом берутся тезисы для нормативной базы. Мы надеемся, что большая часть важных тезисов будет отражена. Можно еще пару слов по нормативной базе по рекламенту? такие базисные вещи, типа регистрационного журнала затрагиваются, блокирование туда-сюда. Как это будет отражено? Есть какие-то планы? На самом деле, скажем так, то, что в рекламенте это прописано, как это делается по рекжурналу, это было настояние регистратора, когда мы начали процесс обсуждения, чтобы каждый регистратор понимал, как отражать это в рекжурнале или нет. Потому что есть вторая сторона этого вопроса, это связано с передачей реестра от одного регистратора от другого. И желательно, чтобы у регистратора это все происходило одинаково, чтобы можно было принять реестр. Я понимаю, что по факту это не так важно, но все-таки это и есть. Что касается нормативного базисного закрепления, нормативного, я могу сказать по своим ощущениям и услышанное, ну, скажем, несколько раз заявленных представителями регулятора на конференциях и семинарах и всего остального, что вы были услышаны, то есть вы это регистраторы. Регулятор не собирается теперь рекламентировать деятельность регистратора, так как это было прописано в 27-м постановлении. Большая часть, вся часть будет регулироваться вашими правилами ведения реестра. В принципе, тот проект, который висит непосредственно на сайте ВПЦФР, об этом уже говорит. Если вы внимательно посмотрите, там каждый вопрос отнесен на правила ведения реестра. Вот вам и ответ. Я вижу, скажем так, продолжение нашей работы совместной с Портадом в том, что, я имею в виду, мы, может, здесь поможем физически, то, что нужно хотя бы часть взаимодействия по центральному депозитарию, сделать какие-то типовые правила, скажем так, которые могут регистраторы, могут регистраторы, включить непосредственно к себе правила ведения реестра, чтобы они были все однотипные, понятные и предусматривали, нормативно закрепляли технологии, которые мы разработали. Со стороны регулятора, насколько я понимаю, встречные, скажем так, на встречу нам идут, я считаю, что достаточно очень хорошо, потому что те проекты, которые висят, они в принципе так или иначе тот регламент, который мы разработали, он в принципе отражает существенные вещи, которые необходимы нам для работы. Я думаю, что нормативные все вот эти вещи давайте во второй том части обсудим, то есть те проблемы, которые нам нужно решить для того, чтобы достичь этой цели, чтобы 31 числа мы с вами смогли комфортно, я отмечу это, комфортно начать взаимодействовать. Понятно, что есть какие-то общеполитические цели постановления центрального депозитария в России, но все-таки я предлагаю исходить из здравого смысла и посмотреть в предусмотренные сроки что нам нужно сделать для того, чтобы это было реализовано. Что касается тестирования, я бы хотел немножко отметить, извините, что прерываю, как говорится, себя. Ладно, я просто посмотрел, слушайте вы, или нет, залупались или нет. На самом деле, про тестирование. Я постоянно слышу, скажем так, вопрос, а выдержит ли НРД, технологии взаимодействия, объемы, которые будут происходить и все остальное. Поэтому, хотел бы обратить на две вещи. Первое, действительно, мы рассматриваем достаточно серьезно сейчас необходимость проведения тестирования глобально несколько дней. опять же, обсуждаемо, когда это лучше провести, в рабочие дни, не в рабочие, но хотелось бы провести где-нибудь в феврале, о чем Дмитрий говорил, именно глобальное тестирование со всеми регистраторами. Я не знаю, получится у нас или не получится, но, по крайней мере, протестировать вот этот день, когда мы будем делать при квалификации. Это надо обсуждать. Но, хотелось бы, хотя бы, протестировать со всеми сразу все одновременно, чтобы посмотреть, насколько это будет функционирование и работать, ну, по крайней мере, с нашей стороны. И это вы каждый раз нам обращаете внимание, а сможем ли мы. Со своей стороны, я прошу вас очень, обратить внимание в другую сторону. Раньше, в частности, раскрытие, если мы берем, вы при раскрытии обрабатывали списки даже в электронном виде, которые вы получали, извините, от трех до надзяти номинальных держателей. Они были все понемножку, и вам в программном обеспечении было достаточно тех местностей, которые присутствуют. Сейчас вы получите один большой список со стороны НРД. Да, безусловно, это наша цель, чтобы непосредственно его вам передать по нашей транспортной системе. Но его еще надо обработать. То есть, каждый знает, какой список получает от всех номинальных держателей, вы можете его склеить. И на самом деле просто сейчас протестировать свою систему, насколько она будет работать. Я знаю историю того, что у одного регистратора, когда НРД, НДЦ еще тогда было, прислал регистратору список, шутка мне сказала, Сергей, представляешь, машина его обрабатывала целый рабочий день, на следующий день, говорит, выдала ошибку. Не умею. Все. Говорит, собрали, сорвали, потому что, говорит, дальше мы побежали уже со всеми и все, чтобы можно было этот список получить от НДЦ на бумаге, чтобы его можно было в счетную комиссию передать. Вот чтобы эта ситуация у вас не образовалась, тоже обратите внимание, это наша, опять же, головная боль, техническая часть. И поэтому про тестирование мы достаточно много внимания будем уделять, и я надеюсь, что в ближайшее время мы уже придем уже к практически к плоскостям этого вопроса и организуем и обзвон, будем надоедать вам, извините, своими нудными вопросами, и все-таки вас очень сильно попросим, чтобы вы настроили тестовый стенд у себя, потому что, когда вам разработчики принесут программное обеспечение, не хотелось бы это время терять, на разворачивание этого тестовой системы, а уже непосредственно работает. Вот. Все, что я хотел сказать. Есть вопросы? Спасибо. Да, пожалуйста. Светлова Иркова, у меня такой вопрос. Уже прозвучало, что нам необходимо максимально автоматизировать процессы обработки встречных поручений, сверки за счет формализации форматов и внесения как можно большего количества справочных текстовых полей, а информации из справочников. То есть, всегда введение и наличие вообще интимной системы справочников по уторванным внедрения как раз автоматизации обработки и до вообще. Вот в свете предстоящих всех событий планируют ли НРД, НЦД введение, взять на себя введение централизованной системы справочников, процедуры синхронизации этих справочников с радистратурами. и потому что меня знаете, когда в каком-то текстовом поле чего-то не совпадает, то это сразу вываливается в ручную обработку. И при этих всех объемах ручная обработка будет нового. Пока к рабочей группе мы договорились о стандартизации с промышленным центром бумаг. Только одного. А кого еще? Физических лиц надо спонтартизовать? Физических лиц там же практически не выгодят. Те же там на органах вывечи документов. У одних инспекция такая. Нет, на самом деле из формата общения с ЦД убрали почти все текстовые поля, потому что там коды. И по два кода на каждое поле. Но там если имитент, то это ГРН и ИНОН Бавнок. Саша ушел. Нет, Саша здесь. Пришел. Поэтому мы постарались убрать оттуда и вроде комиссии должны это одобрить уже предварительно согласовали. Текстовых полей там не должно быть почти. Но к сожалению остается фамилия владельца. Но поскольку это требование закона. Давайте рассмотрим про справочники. Побежимся. Какие справочники у нас встречаются в том поручении, которое мы будем с вами использовать в работе. Вот именно страны центрального депозитария. Я сейчас не говорю про зарегистрированных лиц, которые скорее всего будут с вами на бумаге общаться. Они там могут все писать, как они раньше это делали. Думаю, что в этой части ничего не поменяется. Что касается центрального депозитария, безусловно, прежде всего мы рассматривали стеси. То есть стеси говорили степи. То есть складная система обработки информации. В этой части каждый полик Лисей сказал, мы решили продублировать, чтобы можно было сделать сверху. В частности имитент мы определили как государственный регистрационный номер плюс непосредственно код НРД. За код бумаги НРД мы взяли АСИН. Так что НРД является к счастью для нас всем набирающим агентом в Российской Федерации. Поэтому может достаточно быстро в онлайне присвоить каждому любому выпуску даже тот который появится в ближайшее время или появится в результате корпоративных действий достаточно быстро присвоить этот номер и вам же его вернуть. То есть здесь унификация уже этого процесса прошла. Дальше что касается непосредственно документов за гестриного лица в частности и ну скажем так юридического лица физического юридического лица мы из формата я считаю к счастью мы вообще убрали коды всех документов которые являются свидетельством о регистрации паспорт еще что-нибудь чтобы вот этот справочник потому что практика взаимодействия номинального расчетных депозитариев с регистратором показала что и здесь проблема большая есть и справочники но на самом деле у каждого регистратора тот или иной документ прокодирован посыл поэтому остается до вопрос сделать перекодификацию или как это называется крост таблицу решили от этого выйти с учетом опыта решили исходить из того что в принципе юридическое лицо можно проиндифицировать если мы смотрим российской федерации по ГРН достаточно какое проверочное поле у него номер лицового счета в реестре соответственно физического лица что можно у него увидеть номер документа регистрации как этот документ называется да бог его знает не нужно ну а как вы проверить еще дополнительно документ содержит дату вот эти два поля они уже являются ключевыми чтобы можно было номер лицового счета дата и номер документа уже идентифицировать то лицо по счету которого подается поручение ну мы исходили из минимизации да если мы посмотрим на самом деле на международный опыт то в принципе они там из этого уже исходят они даже не используют допустим дату документа зарегистрированного лица но все равно это все присутствует все эти коды вот и мы в этом плане и идем что касается уже квалификации непосредственно эмитентов или там юридических зарегистрированных лиц ну я не знаю вот у нас Борис Васильевич у нас президент по стратегии развития да может в чем не скажет я честно говоря не обладаю информацией есть ли у нас какие-то план к этому поводу на ольгин вопрос можно ответить коротко можно ответить длин вопрос собираетесь ли вы вести справочники для того чтобы было нормальное стп ответ да собирается но это не значит конечно что они все появятся одномоментно что они все появятся сразу но это входит мне Сергей говорит что я стратегии занимаюсь это в известной мере соответствует истине отчасти но при этом смотрите у нас есть проект центра корпоративной информации конечно пока это только проект это только все начинается но в рамках этого проекта поддерживать справочники которые нужны всем для того чтобы организовывать автоматическую обработку информации по-моему это просто необходимо вот какие справочники какие поля надо квитовать надо ли проверять или не надо проверять это каждый раз совершенно конкретное решение квитовочных полей должно быть втромно столько сколько нужно для того чтобы проверить достоверность правильность сверки корректность поручения но не больше чтобы не возникало каких-то критических ситуаций каждый раз конкретное разбирательство и конкретное решение а справочники конечно поддерживать можно и нужно Что касается идентификаторов юридических лиц, помимо ГРН, про которые сказано, сейчас во всем мире разворачивается проект, который называется LEI, Legal Entity Identifier, то есть присвоение юридическим лицам уникального кода в рамках земного шара. Есть такая организация ФСБ, это не наша ФСБ, а Financial Stability Board, и этот проект они разворачивают, источником этого проекта были необходимости идентификации юридических лиц при проведении сделок с деривативами, вот восьмой год, кризис и так далее. Значит, мы являемся активным участником этого проекта. С высокой степенью вероятности, которая приближается к единице, НРД будет так называемым лоу, я не помню, как это расшифровывается, но в общем это локальное агентство, которое будет присваивать вот эти самые уникальные идентификационные международные номера. Ну, наверное, так после того, как они будут присваиваться, начнут, а начаться это должно официально. Да, Россия подписалась под этим, это было решение большой 20, это G20, G20, это идет действительно процесс активно, мы действительно активные участники. Теоретически это должно начаться в марте, но, насколько я понимаю, практически это начнется несколько позже. Ну, вот такой процесс, будем присваивать. Еще есть какие-нибудь вопросы касаемо тестирования, там непонятно, что мы собираемся делать, когда мы собираемся делать, и вообще для чего мы это собираемся делать. Так, народ не спит, вижу, что смеется. Когда есть предложение сделать небольшой перерыв, там кофе, бутерброды, сигареты и так далее. И минут через 20 собрать, собрать. С вопросами. Лучше с ответами, конечно, проходить.